Начнем мы с сочинения раннего, хотя не самого раннего сегодняшней программы. Оно уходит назад в самое начало 70-х годов, то есть больше 50 лет назад оно было написано. Это третья совместная работа Геннадия Гладкова и Василия Ливанова. Они создали сначала мультипликационный фильм «Самый-самый», потом появились бременские музыканты, которые, конечно же, принесли им за одну ночь, они проснулись знаменитыми на всю страну, а вот следом за бременскими музыкантами неожиданно последовал совершенно некоммерческий и непопулярный, можно сказать, артхаусовский, как сейчас принято говорить, элитарный фильм под названием «Синяя птица». Этот фильм остался в аналах «Союзмультфильма», и он до сих пор существует, например, в свободном доступе на YouTube, когда-то выходили видеокассеты с ним, но он в общественное сознание все-таки не вошел. И думаю, это связано с одной стороны очень неординарной мультипликацией, которая там принимается, или анимацией. Хотя художник, режиссер фильма Василий Ливанов, я уже сказал, а художник фильма Макс Жеребчевский – это тот же художник, который нарисовал бременских музыкантов. Но здесь он работает в совершенно иной манере и применяет очень много технику коллажей. И скорее это напоминает тот род анимации, который сейчас за последние, может быть, 20 лет распространился. Но это, конечно же, анимация для взрослых. Помимо этого, сюжет пьесы Метерлинка, который всем нам хорошо знаком с детства в связи с великой постановкой Станиславского, здесь использован только как повод к развитию совершенно иной темы. И эта тема в каком-то смысле близка нашей вчерашней. Это тема экологии. Но экологии, может быть, не связанной просто с гибелью окружающей среды, а экологии душевной. Речь идет о невероятном засорении душ и сознания людей в современном мире, которые находятся во власти денег, и людей, которые находятся во власти потребления, бессмысленного, бездумного потребления. И в этом фильме, конечно, есть некий отдаленный элемент идеологической пропаганды, потому что тот город, в котором происходит дело, явно находится где-то на Западе. То есть это как бы не про нашу жизнь. И мальчик, который появляется в начале, причем интересно, что дети, главные герои фильма, они имеют два облика в картине. Вырезанные фотографии, черно-белые, и рисованные образы. Так вот рисованные образы – это как бы то, что с ними происходит во сне. Это, собственно, сказочная фабула. А вырезанные фотографии – это реальные дети, таких, каких можно встретить на улице в любом большом городе. И весь фильм рассказан как бы через призму глазами вот этого мальчика. Мальчика потерянного в большом западном городе. Мальчик явно из бедной рабочей семьи, который ищет денег, ищет пропитание. В итоге он находит и спасает пса от жестокого продавца. Ему какая-то старушка дарит клетку с синей птицей, которую нельзя ни купить, ни продать, а можно только подарить. Потом он приносит эту птицу домой, рассказывает об этом своей сестре. И вот дальше они с сестрой отправляются на поиск, потому что птица пропадает, ее крадет кот, некий условный образ, символизирующий зло. А потом появляются еще два образа, символы зла. Это толстяк в цилиндре – символ богатства, символ жадности. И символ войны, потому что этот толстяк в какой-то момент разговаривает с детьми, и он объясняет им, что он пытается вырастить у себя в каком-то подземелье новую войну, и он хочет этой войне скормить синюю птицу. И дальше идет эпизод, который называется «Атомный гриб». То есть возникает образ атомной войны, угрозы атомной войны. В итоге дети спасают эту синюю птицу от толстяка, от кота и ночи. Третий образ зла – это ночь. В общем, дальше мы очень сильно удаляемся от сюжета Метерлинка. Но что здесь для нас главное, мы, конечно, не стали вам показывать целиком весь фильм, тем более, что он очень длинный, он идет почти час. Мы сделали своего рода фантазию. При помощи видеоинженера филармонии Веры Глушковой мы сделали фантазию, коллаж фрагментов из фильма в свободном порядке организованных. То есть они не рассказывают историю от начала до конца. Это какая-то такая реминисценция, воспоминания о фильме. И мы покажем вам большую часть музыки. С нашей точки зрения музыка является здесь главным героем. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Музыка написана в 70-м году. Музыка явно экспериментального содержания по приемам, по невероятным оркестровым краскам. Ее можно сравнить и с музыкой, которую в ту эпоху сочиняла Софья Губайдулина, и с музыкой, которую сочинял Альфред Шнитке, и с музыкой, которую, кстати говоря, писал Эдисон Васильевич Денисов. То есть Гладков на тот момент был одним из молодых экспериментаторов, который очень свободно обращался со всеми приемами, от самых модерновых приемов игры до джазовых. Кстати, там есть один номер, который не был записан нотами, он импровизировался прямо в студии, поэтому мы не смогли сделать вытяжку его в виде партитуры, и этот номер зазвучит с экрана в оригинальной фонограмме. С теми музыкантами, которые это тогда исполняли, думаю, что вряд ли кто-то из этих музыкантов остался в живых, то есть это будут как бы их души с нами разговаривать с того света. Но, во всяком случае, получилась очень интересная композиция. С одной стороны, в ней есть все элементы Гладкова, как мы его знаем позднее, там есть запоминающиеся мелодии, есть удивительное тепло, а с другой стороны, есть невероятный живой интерес к разного рода модернистским приемам игры, который складывается в такую вот интереснейшую мозаику второй половины XX века. В исполнении принимает участие хор мастера хорового пения под управлением Льва Конторовича, детский хор пионерия имени Струве и солист-органист Александр Князев. Сейчас мы настроим оркестр, и после этого мы предложим вашему вниманию фантазию на темы фильма Василия Ливанова и Геннадия Гладкова «Синяя птица». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я ем, я глух и нем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА